И в развитии темы. В Чебоксарах давно уже определены специальные площадки, где горожане смогут самостоятельно запускать новогодние фейерверки. Всего их 55, каждая соответствует требованиям пожарной безопасности. Большая часть находится в Ленинском и Калининском районах, 36 площадок. Устроить салют можно будет на Московской набережной, парке Амазония, стадионе Волга в сквере перед Национальной библиотекой. Полный список адресов указан на сайте администрации Чебоксар. Применение перечнических изделий должно осуществляться строго в соответствии с инструкцией завода и изготовителя. При этом в данных инструкциях должны быть отражены требования пожарной безопасности к такому перечническому изделию. Применение перечнической продукции должно осуществляться на специализированных площадках. Применение перечнических изделий запрещается в помещениях, зданиях, сооружениях любого функционального значения, на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях зданий, фасадов зданий и сооружений. Также на а также в спортивных сооружениях, на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, газопроводов, нефтепроводов, а также линии высоковольтной электропередачи. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность, а именно по части 1 статьи 204 Кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях. Напомним, приобретать пиротехнику необходимо в специализированных магазинах, у которых есть сертификаты соответствия. Наша задача – не допускать на территории города Чебоксары продажу низкокачественных петард и незаконных пиротехнических изделий. Это опасно для жизни. На сегодняшний день по поручению Алексея Олеговича Ладокова организована рабочая группа по обследованию всех предприятий торговли, где реализуются пиротехнические изделия и в целях недопущения несанкционированной торговли и незаконной продажи пиротехнических изделий. Данные рейды у нас начали свою работу с 18 декабря и будут продолжены до 8 января. При проверке, значит, внимание уделяется соответствии правилам пожарной безопасности места продажи пиротехнических изделий. Обязательно должно быть при продаже сертификаты на продукты, должны быть обязательно сопроводительные документы. Обязательно при покупке горожане должны посмотреть на упаковке, имеется ли номер ГОСТа, имеется ли инструкция на русском языке. Также, конечно, обязательно упаковка не должна быть поврежденной, она должна быть цельной. Уже из 26 проверенных объектов нарушения при продаже пиротехнических изделий нашли в четырех торговых точках. Одну из них закрыли, остальные устранили неполадки. Чаще всего это не соблюдение сроков годности товара и отсутствие сопроводительных документов на пиротехнику.